Здравствуйте! Нам нужно записать уравнение прямой, которое параллельно прямой 2х-4у равно 8, и проходит через точку . Итак, наша прямая параллельна вот этой прямой. Запишем. Параллельно. А это значит, что их угловые коэффициенты равны. Можно перефразировать задание. Запишите уравнение прямой, угловой коэффициент которой такой же, как и у этой прямой, и которая проходит через точку . Давайте вычислим угловой коэффициент вот этой прямой. Самый простой способ это сделать – преобразовать это выражение в уравнение с угловым коэффициентом. Итак, у нас есть 2х-4у равно 8. Нам нужно выразить у. Мы хотим, чтобы в результате получилось выражение вида у равно mx плюс b. Давайте тогда отнимем минус 2х от обеих частей этого уравнения. Здесь 2х-2х сокращаются, и у нас остается минус 4у равно минус 2х плюс 8. Я записала минус 2х на первом месте, поскольку так наше уравнение больше похоже на выражение вида у равно mx плюс b. Теперь разделим каждый элемент на минус 4. И у нас получится у равен… А чему равно минус 2 разделить на минус 4? Это будет 1 вторая. И умножить на х. А 8 разделить на минус 4 равно минус 2. Мы можем так и записать. Минус 2. Итак, мы преобразовали наше выражение в уравнение вида у равно mx плюс b. А значит, мы можем теперь сказать, чему равен угловой коэффициент этой прямой. Он равен 1 второй. Вот это у нас угловой коэффициент m. Значит, и угловой коэффициент прямой, уравнение, которое мы должны записать, также равен 1 второй. Мы можем частично записать это уравнение у равен 1 вторая х плюс b. Это не та же самая прямая. b в данном случае не равно минус 2. Одинаковые у этих прямых только угловые коэффициенты. Ось у они пересекают в разных местах, но они будут параллельны. Теперь нам нужно вычислить b. Как нам это сделать? А найти b нам помогут координаты вот этой точки, которая принадлежит нашей прямой, когда х равен 3, у равен 0. Итак, когда х равен 3, у равен 0. Или мы можем сказать, что 0 равен 1 вторая умножить на 3 плюс b. Нам нужно найти такое значение b, которое бы удовлетворяло этому уравнению при х, равном 3, и у равном 0. Итак, у нас получается 0 равно 3 вторых плюс b. Отнимем 3 вторых от обеих частей этого уравнения. И в результате мы получаем минус 3 вторых равно b. Или b равно минус 3 вторых. Теперь мы уже можем записать уравнение прямой, которое параллельно вот этой прямой и проходит через точку 3, 0. Итак, у равен… здесь будет такой же угловой коэффициент, как и у этой прямой, 1 вторая умножить на х. И теперь нам нужно прибавить ординату точки пересечения с осью у. Она равна минус 3 вторым. Вот и все. Можно построить графики обеих прямых и посмотреть, действительно ли они будут параллельными. Я сейчас так и сделаю. Вот это моя ось у, а это ось х. Мы сначала рассмотрим вот эту прямую. Итак, мы рисуем график этого выражения или этого. Они равнозначны, мы просто преобразовали одно выражение в другое. Итак, ордината точки пересечения с осью у равна минус 2. И мы знаем, что угловой коэффициент этой прямой равен 1 второй, а это значит, что каждый раз, когда х увеличивается на 1, у увеличивается на 1 вторую. А значит, прямая, заданная таким уравнением, будет выглядеть вот так. Теперь переходим ко второй прямой. Ордината точки пересечения с осью у равна минус 3 вторым или минус 1 целой 1 второй. Вот эта точка чуть выше ординаты первой прямой. А угловой коэффициент этой прямой также равен 1 второй. Значит, эта прямая проходит прямо над первой прямой. Она параллельна ей. Таким образом, эти две прямые параллельны, но это разные прямые, так как значения ординат точек пересечения с осью у разные. На этом все. До скорой встречи!